Дорогие читатели нашего любимого, древнего, старейшего журнала Уральский Светопыт В майском номере рубрики «Забытые катастрофы Урала» Моя статья «Падение юнкерсов» Откуда взялись эти немецкие юнкерсы? Покупали перед войной, были трофеи Летом 1923 года было собрано 500 тысяч рублей золотом, на которые заказали 14 самолетов у германской компании На Урале «Юнкерс-34» произвел посадку 14 августа 1925 года в Коми, населенный пункт Цесола Это был гидроплан Центрального Совета Авиахима Выполнялся агитационный полет В Советском Союзе самолеты «Юнкерс-34» производились до начала 1935 года Позднее появились трофейные «Юнкерс-34», которые с 1944 года были в гражданской авиации, военно-воздушных силах и авиации МВД В конце 1940 года Советский Союз заказал в Германии 10 «Юнкерсов» в грузовом варианте Но в СССР эти машины не поступили После присоединения к Советскому Союзу Республик Прибалтики в парк прибалтийского управления ГВФ Вошли два «Юнкерс-52» эстонской авиакомпании Самолеты выполняли полеты на линии Рига, Великие Луки, Москва Началась война Два прибалтийских «Юнкерса» эвакуировали в Сибирь Они использовались на линии Москва-Иркутск Летом 1941 года на нашей территории были сбиты или совершили вынужденные посадки немецкие самолеты Нами были созданы подразделения, которые эти самолеты искали, восстанавливали и передавали в эксплуатацию 14 июля 1942 года начальник главного управления ГВФ Молоков направил Сталину письмо с просьбой разрешить использовать в тылу трофейные немецкие самолеты Под Сталинградом захватили много немецких транспортных самолетов Весной 1943 года на Северо-Западном фронте нашими войсками был захвачен аэродром Глебовщина На нем 85 самолетов, 11 исправных Ю-52 В дальнейшем парк «Юнкерсов» пополнялся в ходе наступательных действий Красной Армии Захватывались аэродромы противника с авиотехники В конце 1945 года гражданский воздушный флот располагал 37 самолетами «Юнкерс-52» Эти самолеты эксплуатировались в Волжском, Туркменском, Восточно-Сибирском, Таджикском, Казахском управлении ГВФ и на севере страны якутском авиатряде Катастрофа «Юнкерса-52» близ железнодорожной станции «Аша» в Челябинской области Весна 1943 года Самолет отряда «Юнкерс-52» Московского управления ГВФ перевозит оборонный груз из города Куйбышева на завод в город Челябинск Оборудование самолета и подготовка самого командира корабля разрешает выполнять полет только визуально Посадка на аэродроме в Уфе Ночной отдых Погода по маршруту Уфа-Челябинск Нижний край областницы 300 метров Видимость под облаками 4 километра Местами дождь и обледенение Горы закрыты облачностью Но фактическая погода была хуже Видимость не превышала 1000 метров По причине плохой погоды экипажу предложен маршрут Уфа-Нязепетровск-Верхний Киги-Челябинск 24 апреля в 12 часов производится взлет И через 95 километров экипаж встречает горы, закрытые облаками с осадками в виде снега и дождя Самолет входит в облака Происходит обледенение самолета Самолет цепляет крылом верхушки деревьев Валят деревья, делая просеку длиной 200 метров Двигатели продолжают работать Самолет начинает разрушаться в воздухе Воспламеняется и переворачивается Самолет находит через несколько дней В 12 километрах В северо-восточной станции Аша Миньярского района Челябинской области Среди погибших найден пассажир Без разрешения Падение Юнкерса 52 Близ станции Калюткина, Свердловская область Утром 24 апреля 1944 года Самолет произвел взлет из Новосибирска И лег на маршрут Через 4 часа самолет производит посадку в Омске До заправки самолета 1100 литров Но истинный остаток топлива в баках не проверен Экипаж уверен в полной заправке Взлет из Омска выполняется утром следующего дня До Свердловска полетное время чуть более 5 часов Командир самолета считает, что после посадки В Свердловске останется топливо еще на 1 час 30 минут полета Но он ошибся В полете усиливается встречный ветер Начинается сильная болтанка Необходима промежуточная посадка в Тюмени для дозаправки Командир продолжает полет При подлете к Свердловску из-за полной выработки топлива Останавливается левый двигатель Затем средний и правый Командир принимает решение посадить самолет прямо перед собой Выбрана площадка, но самолет не дотягивает до нее Падает и разрушается Вспоминаю, начиная службу в истребительной авиации ПО Слышал от стариков Пусть все подказывает, но двигатели всегда должны работать После посадки Матиса Руста Командные пункты страны были на нервах Любая засветка на экране РЛС вызывала опасность Я согласно заданию выполнял в зоне отработку техники пилотирования На дальнем скоростном перехватчике В экипаже я как командир и штурман подполковник Анатолий Лещанов В эфир вышел командный пункт Прекратить задание и немедленно выйти в район государственной границы Обнаружена цель Задача Обнаружить, опознать и доложить в эфир Двигатели выведены на максимальные обороты Скорость максимальная В считанные минуты мы вышли в назначенную точку Облачности нет Видимость миллион на миллион Но никакой цели нет Нас начинает крутить уже в расширенном районе В четыре глаза смотрим вниз, вверх, в сторону Но ничего нет Командный пункт раздражено Цель перед вами Я докладываю Никакой цели нет Выполняем очередной маневр по обнаружению цели Штурман экипажа предупреждает меня О малом остатке топлива Командный пункт дает указание возвращаться Развернулись на аэродром Загорелась волчьим глазом лампа аварийного остатка топлива Наташа речевой информатор приятным добрым женским голосом напомнила об аварийном остатке топлива Штурман не согласился с приятным голосом Наташи и другим тембром Мы не дотягиваем За несколько недель до этого на Кольском полуострове после подобных поисков при заходе на посадку катапультировался летчик Было полностью выработано топливо В экипаже воцарилась тишина Штурман сосредоточился на одном расчете остатка и дальности дародрома На снижении штурмана говорит Командир, должны сесть, укладываемся в остаток На бесаде стрелка остатка топлива выходит на ноль Двигатели работают Касание Тормозной парашют Выдох Жизнь наша изменилась бы в худшую сторону Если бы дорогущий самолет был брошен из-за остановки двигателей По причине отсутствия топлива Катастрофа самолета Юнкерс-34 комбината Воркутауголь в районе станции Ошпер Коми В 1946 году В сентябре 1945 года Юнкерс-34 был перегнан из Германии И передан в авиаотряд комбината Воркутауголь, главного управления лагерей На этом самолете 30 декабря 1946 года экипаж в составе пилота и бортмеханика Выполнял срочное задание комбината по доставке членов избирательной комиссии Из аэропорта Кожева в Воркуту Взлет из аэропорта Кожева произведен в 9.20 Самолет в пункт назначения Мед прибыл 24 января 1947 года в 11.20 Самолет найден экипажем другого Юнкерс-34 В 10 километров западнее станции Ошпер Севропечорской железной дороги Расследование пришло к следующим выводам Перед вылетом пилот не уточнил метеосводку погоды В районе реки Инта встретил плохую погоду, снегопад и низкую облачность Самолет перешел на бреющий полет, свидетельские показания очевидцев, работников железной дороги И окончательно убедившись в невозможности производить полет из-за плохой погоды Пилот принял решение возвратиться в Кожеву При выполнении разворота в условиях плохой видимости и недопустимо малой высоты Пилот совершил ошибку в технике пилотирования Самолет задел правым крылом за землю, сломал крыло и ударился носовой частью Экипаж и пять пассажиров погибли Катастрофа Юнкерс 34 авиагруппы Желдорпроекта в Салихарде 22 июня 1947 года Командир самолета перед вылетом из Салихарда Получил противоречивые указатели От командира авиагруппы парня станции Немедленно вылетать в Иркуту А от начальника экспедиции по телефону Приказ вылетать с грузом и пассажирами в новый порт Затем пилоту была зачитана радиограмма для командира авиагруппы Нервозность пилота возросла Принято решение влетать в новый порт Опыта по указанному маршруту пилот не имел На борту три пассажира и 385 килограмм груза Перед вылетом пилот забыл переставить стабилизатор Из посадочного положения в взлетное положение При выполнении взлета, набрав высоту 10 метров Самолет переходит на снижение Задевает хвостовой частью землю Ломается пополам Передняя часть самолета взмывает с работающим двигателем Затем падает И переворачивается Бортмеханик погибает Вспоминаю Через 30 лет в Сибири Во время спешки Летчик не проверил в кабине положение ручки Стопорения руля высоты на стабилизаторе Убедившись, что штурвал управляем Был произведен взлет дальнего перехватчика Фактически работала только часть стабилизатора Руль высоты Сам стабилизатор стоял неподвижно После отрыва самолет начал выходить на большой угол набора высоты И терять скорость Летчик принял это за отказ управления Экипаж катапутировался Катастрофа Юнкерс 52 в Белоярском районе Вообще окутана тайнами Утро 7 февраля 1949 года Аэродром вылета в город Верхняя Салда, Свердловская область Аэродром посадки Уфа На борту срочный особо требуемый груз Командир самолета, получив разрешение на вылет Произвел его только через полтора часа Почему? Со Свердловском связь при вылете не установил Почему? Погода по маршруту резко ухудшалась Дается команда из Свердловска немедленно вернуться на аэродром вылета Командир отказывается выполнить указания Почему? Тогда из Свердловска поступает новая команда Следовать на курган Командир сообщает, что на борту нет карты этого района Почему? Ведь на борту всегда есть все необходимые карты Самолет направляют на Тюмень Там погода соответствует для выполнения посадки Полет происходит на высоте 2100 метров в облаках при сильном снегопаре Командир не меняет высоту Почему? Начинается обледенение Нарушается работа системы подачи топлива в двигатель И средний двигатель начинает трясти И падает его тяга Дальше еще хуже На оставшийся двух работающих двигателей черный дым из экипламени Экипаж пробует восстановить нормальную работу двигателя Всеми доступными способами Безрезультатно тяга двигателя падает окончательно Самолет переходит на снижение в 10 часов 42 минуты В 14 километрах севернее деревня Мизенка Самолет левым крылом задевает деревья От удара самолет разворачивается на 180 градусов Командир погибает Остальные члены экипажа получают ранения Что за груз везли на этом самолете? Но вероятно на этот вопрос могут ответить сторожилы верхней солды Не предполагал, что в гражданской авиации СССР во время Второй мировой войны Летали немецкие пассажирские самолеты Существовал отряд самолетов Юнкерс-52 Московского управления ГВФ Я благодарю за оказанную помощь Предоставленные фотографии Музея Университета Гражданской Авиации в Санкт-Петербурге Историка-исследователя, консультанта музея Петрова Геннадия Федоровича Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok